Оно может быть нужно и вам, а что это такое? Это электрический самокат, причем в нормальной комплектации, я даже знаю куда я сейчас приеду, я сейчас приеду туда куда нужно, а куда я приеду вот ковка, шоссе западное, сейчас я продемонстрирую вам как я доеду и вы сюда приедете однозначно. У меня есть как права категории А, естественно, я могу ездить, никаких проблем у меня не вызывает, почему мы приехали сюда, потому что у нас сегодня здесь и сейчас мы продаем то, что вам нужно, в действительности. Немножко ветер это нормальное явление, но, 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 ехать-то никуда не надо, все это есть в Магнитогорске, все это здесь есть, мы даже не можем его купить по одной простой причине, их все разбирают, вот так вот, вот я куда езжу я. Вот он, я даже умею так ездить, хотя это красиво и ровно. Да, да. Да я и буду говорить, я никогда в жизни, еще раз говорю, никогда в жизни не видел такого ажиотажа, в смысле продажи авто-мото-вело-техники, так куда мы приехали? На шоссе западное 381, я вам просто говорю, именно шоссе западное объединяет одно и двухэтажно, даже более спутники Магнитогорска. Докатываем до мозгов, вот это большая часть тех, кто не хочет квартиры, а кто хочет жить дома, а таких ровно полгорода, это большая часть того, как город сегодня живет. К слову, здесь все электроскутеры раскупили за день, все от и до. Хотите мысли вслух? Сейчас вами мыслями поделятся жители Челябинска и Уфы. Как вам? Из Челябинска сюда приехали? Из Челябинска приехали за самокатами. Из Челябинска? Из Челябинска. Магнитогорск? Да. Но все равно дети должны радоваться. Конечно, ради детей работаем, живем, все для них. Вам нравятся электроскутеры? Нравятся? Ну вот хотим приобрести сейчас. А для чего? Для города? Нет. Для сада? Для сада. Для сада тоже хорошо, да ведь? Не надо деньги тратить? Ну да. Рядышком в сад или далековато? Ну, как рядом. Но вот другой вопрос возникает. Сколько вы тратите бензина? Столько? В сад ездить? Да, когда в сад ездить. По-разному. Ну, где-то, грубо говоря, 5 литров, да, примерно? Да. 5 литров, грубо говоря, умножаем на 45 рублей. И вот это есть экономия? Ну, наверное, да. То есть нормально все получается, да? Вы в голове своей понимаете, что лучше ездить на электричестве. Логично? Ну, конечно, да. Вам кажется электричество вкуснее, чем стандартный бензин? Ну, конечно. Веселее, да? Однозначно. Конечно. То есть я был просто в Китае в свое время, да? Ну, у меня проблемки были. В 14-м году ровно. Так там не было вообще в Китае, в Пекине вообще другого техники, кроме электрических самокатов и скутера. Представляете сколько? Да. Наверное, нам надо вернуться на округе своем, правильно? Да, да, правильно. В общем, бензин тратит экологичный. И экологичный, и вкуснее. Да, экологичный. И лучше, и лучше. Да, заправил с электричеством и поехал. Просто у меня машина встала, двигаться надо начать. А, во, во, вот это правильный вариант, да? Да. И, в принципе, вы работаете на комбинате примерно, да? Нет. Но средняя зарплата ему позволяет это сделать. Я у вас сервис работаю. Ну, все равно, можно купить себе, правильно? Конечно. То есть вы для кого покупаете? Для сына. Для сына, да? А сами хотите попробовать? Попробовать? Нет. У меня как бы уже... Между ними, да. А если сильно-сильно захочется? Нет. А если попробовать, и потом окажется, что дешевле? Я на машину. Нет, просто я еще раз говорю, я себе собираюсь брать, потому что я хотел ехать на эту деревню, понимаешь? Это для меня сад, естественно. Ну, до магазина можно рассмотреть. Вот, в магазин, это хорошо. А если на комбинат промотнуться? На комбинат, возможно, да. Вот, видите, это единственное, что были места для парковки. Ну, в принципе, сейчас же есть эти велосипедные паркурки. Ну, возможно, да. Можно как бы рассмотреть, наверное, да. Наверное, да? Да. Электросамокат, да? Интересно, что? Да, да. То есть вы тоже должны понимать, что, в принципе, бензин это не дешевое удовольствие. Конечно. Электромобили люди покупают, электроавтомобили легче, дешевле обходятся. Дешевле обходятся. Обнозначно, да ведь? Да. То есть мы можем говорить, что, в принципе, если мы берем электричество, экономия будет железобетонная. Да, да. Спасибо большое. А вы думаете, что нет? Нет, есть. Есть магнитогорец. Как и есть электросила, тупо не внедряющая практику обмана. И честно, вы можете, потратив 2000 рублей из Челябинска и из Уфы, сэкономить десятки тысяч рублей, просто приехав в Магнитогорск. Я люблю правду. Правда в том, что все вас обманывают. Не только в салонах, где продают и машины, и мототехнику. Вас также дурят те, кто продает вам свинину, потому как цена оны всего 118 рублей за килограмм охлажденного мяса. Вам правда не нравится? Так автостоп, детище правды. А если здесь будем машины за 2000 долларов, примерно за 200 тысяч, 300 тысяч рублей, с пробегом 150 километров продавать, вот тогда вы поймете жизнь. Жизнь без обмана. Нормально? Да. Как оно? Отлично. Самокат, электровелосипед, электроскутер для асфальта прежде всего. А уж по бездорожью на чем-нибудь другом надо ездить. Ну и еще один аргумент. Вот когда на таком едешь, немножечко впадаешь в детство. Как жаль, что в моем детстве такого не было. Хотя были другие вещи. Вот так он выдерживает достаточно габаритных людей. Во мне 150 килограмм гражданин. Это нифига. И даже тормозит со мной. Так что для нас это тоже, в принципе, транспорт доступный. Транспорт, который сможет увезти, в отличие от многих-многих-многих электросамокатов, которые на такой вес, как у меня, не рассчитаны. Так что вот так. А ты, Леша, говоришь, в тени живот, в тени живот. Это тоже аргумент для тех, кто будет покупать. Уiltere награды за ней. А Продолжение следует...